а спасибо тогда будем начинать значит вот всем добрый день спасибо что присоединились на сегодняшний доклад доклад сегодня состоит из двух частей и вот как коллега представил меня зовут алексей артемов я научный сотрудник сколковского института науки и технологий вчера евгений бурнаев вам рассказывал о работе который выполняется у нас в институте связанный с компьютерным зрением которая сосредотачивается на трехмерных данных и сегодня вас ждет доклад который состоит из двух частей доклад будет не очень длинный порядка я думаю 45 минут может быть в пределах часа мы уложимся сможем немножко обсудить говорить обсудить что-то задать вопросу вот возможность вот в первой части своего доклада я расскажу о нашей работе по созданию специализированных дата сетов коллекции данных трехмерных фигур которые разрабатываем разрабатываем в том числе с коллегами из нью-йоркского университета и из технического университета берлина и во второй часть я сегодня расскажу о такой специальной прикладной задачи которые мы занимались связанные с увеличением качества изображения и глубины вот ну вот в начале в первой половине давайте я приступлю в первой половине мы с вами будем говорить о дата сети который называется и бисе и вот эта презентация которую я сейчас показываю это презентация которая была подготовлена в контексте соревнования и воркшопа который называется deep learning для геометрических вычислений до для глубокого обучения геометрических вычислений который был онлайн конечно как и все в этом году проведен на конференции cvpr и работа это была проводилась с 2017 года и продолжает это так сказать работа продолжается в общем это все в процессе активно разрабатывается это все это работа с денисом зориным и даниэль пануци из университета нью-йорка себастин кох работает в техническом университете берлина и евгений бурнаев я и альберт матвеев мы работаем с колтехи расскажу мотивацию нашей работы вот многие сейчас вот слышали о том что существует область глубокого обучения но интересные в последние годы развития этой области заключается в том что вот комьюнити которая сложилась формировалась сформировалась вокруг области deep learning она как правило занималась цветными изображениями видео и аудио в качестве основных объектов так сказать исследования и здесь были рассмотрены разнообразные задачи которые связаны с семантика и видео и аудио и цветных изображений с распознаванием лиц с семантической сегментации классификации изображений синтезом изображений но может быть это не совсем интуитивно для людей которые в котором глубокое обучение в новинку но эти данные такие типы данных как цветные картинки или черно-белая картинка аудио видео они сравнительно простые для анализа это так ввиду их геометрической виду их регулярной структуры ведь цветное изображение есть не что иное как матрица прямоугольная в которой заполнена каждая ячейка тремя числами это каналами голубого зеленого и синего цвета и то же самое можно сказать про видео это просто последовательность таких матриц ну а аудиосигнал это есть ничто иное как просто последовательность некоторых сэмплов аудио однако если мы посмотрим на спектр приложений которыми занимается человечество мы видим что вместе про такая модальность данных как графы граф не является не изображением не является какой-то регулярной структурой вообще говоря может иметь произвольную топологию и так далее или скажем такая еще модальность как поверхность или многообразие вот например поверхность так сказать кожи человека это есть некоторое двумерное многообразие которое вложено в трехмерное пространство и это существенно нерегулярная тоже структура так сказать данных она обладает своей собственной кривизной она обладает какими-то определенными свойствами гладкости и так далее и вообще говоря существенно фундаментально отличается от изображений или скажем множество точек например такие множество точек которые получаются при сканировании с помощью например лидаров например вот в известных сейчас приложение беспилотного транспорта это опять-таки фундаментально отличающиеся от упорядоченных изображений или аудио модальность хотя бы потому что точки не упорядочены не книга никоим образом они могут быть перенумерованы произвольным образом и сцена от этого или изображение трехмерно не изменится и еще существенный интерес в практике особенно в кадмоделирование представлять треугольные четырехугольные в общем случае многоугольные полигональные сетки до которые как правило используются в компьютерном дизайне в проектировании для построения цифровых моделей объектов конечно есть и другие представления про метрическое представление трехмерных объектов но со временем стало понятно что необходимо сообщество переходить от rgb изображений к обработке таких не упорядоченных трехмерных и геометрических модальностей данных этих вот этих графов поверхности множество точек треугольных сеток и это привело к определенному прогрессу в области которая перестала называться глубином обучением стал называться так сказать геометрическим глубинным обучениям то есть геометрическая глубокое обучение с геометрическими модальностями данных это вот то чем мы занимаемся в нашей группе и целью здесь является разработка специализированных ниротных архитектур архитектуры нейронных сетей, которые нацелены на обработку вот такого типа данных. Конечно, одна из центральных вещей, связанных с глубоким обучением и с машинным обучением вообще, это доступность коллекции данных обучающих, потому что всем вот этим моделям требуется настраивать большое количество параметров по обучающим выборкам. И если мы посмотрим, за последние годы возникло определенное количество коллекций, которые содержат 3D-модели. Это как коллекции, вот это достаточно старая коллекция принстоновских трехмерных форм 2005 года, более свежая коллекция ModelNet, 2015 года ShapeNet, 2016 или, скажем, Thingy 10K, это объекты, которые представлены в формате, пригодном для 3D-печати, непосредственно. Все эти объекты, все эти коллекции, они были спроектированы, вот трехмерная модель из этих коллекций, они были спроектированы вручную и они доступны в виде треугольных сеток, моделированные дизайнером объекты. А в последнее время еще люди стали заниматься реконструкциями и появился ряд коллекций, которые представляют собой реконструированные помещения. Например, вот эти две коллекции 2D 3D Semantics 2017 года и ScanNet 2017 года. Это коллекции, которые содержат крупные сцены, это целые комнаты или даже целые пространства, например, актовый зал университета, которые были отсканированы промышленными трехмерными сканерами. Например, есть такой сканер Matterport 3D, и они были совмещены в единую полигональную сцену и отформатированы таким образом, что с этим всем удобно работать и соответствующим образом пронотированы. Например, отмечены предметы, мебель, стены и так далее. В общем, и такие коллекции создавались и для человеческих трехмерных форм. это Faust, известная коллекция, или MPI Human Shape. Это коллекции отсканированных людей, в общем-то. Это промышленные коллекции, которые содержат формы людей в различных позах, которые выполняют различные действия, имеют разную форму тела и так далее и тому подобное. Интересно, что получить регулярные геометрические данные, такие как, например, равномерную полигональную сетку, это достаточно трудная задача оказалась. Но в частности, вот скажем, 3D-модели, которые напрямую моделируются как полигональные сетки, они, как правило, страдают от того, что они вообще, говоря, являются существенно, то, что называется, non-manifold. То есть в них возникают самопересечения, потому что для дизайнера, как правило, не имеет значения абсолютно, насколько получающая 3D-модель пригодна для какого-то дальнейшего использования, например, для какой-нибудь физической симуляции или что-то в таком духе. полигональных репозиториев, репозиториев вот таких сеток, их крайне много сейчас, и создавать такие коллекции, такие объекты стало очень легко. Поэтому кто-то создал такую полигональную сетку, но никто не позаботился об ее качестве. Или вот другая проблема заключается в том, что возникает существенная нерегулярность в таких моделях. То есть размер треугольников или многоугольников очень сильно варьируется в зависимости от участка модели. Это плохо для от приложений. С другой стороны, мы могли бы, скажем, работать с трехмерными сканами, как вот, например, использовано вот в датасайте ScanNet. То есть здесь возникает другая проблема, что у нас на данный момент нету технологии, которая обеспечивала бы безошибочную реконструкцию геометрии целых сцен или объектов. В частности, вот если мы посмотрим внимательнее на геометрию, которая получается при реконструкции, мы увидим, что она просто содержит очень большое количество отверстий, пропусков и содержит очень большое количество шума. При этом мы, то есть такое мы не можем использовать тоже, опять-таки, для с какими-то гарантиями для обучения. Значит, один из путей вперед, так сказать, как можно было бы двигаться? Можно было бы начать с параметрических кадовских моделей, которые, например, вот таких, которые моделируются в трехмерных пакетах, например, в SolidWorks и так далее, начать с этого и использовать вот это параметрическое представление для того, чтобы извлекать высококачественную геометрию с такого параметрического представления. В частности, вот это то, что мы сделали в нашем дата-сете APC. Можете видеть, что здесь полигональная сетка, она имеет очень высокое качество. В частности, она равномерная, она в точности явно представляет геометрические особенности, например, такие, как острые стыки между поверхностями вот в этой трехмерной модели. И, в частности, она вот представляет достаточно точное представление, так сказать, трехмерной поверхности, при этом погрешность аппроксимации вот параметрической модели, она очень низкая. И фактически используется просто дискретизованное представление поверхности, которое задает дизайнер. А мы гарантируем, что, значит, наше представление высококачественное. Ну и вот мотивированные вот этой вот идеей мы создали вот эту коллекцию ABC. ABC — это аббревиатура A Big CAD Model, то есть это большой дата-сет CAD моделей для геометрического глубокого обучения. Вообще вот здесь выложены над этим буквами значит, модели, примеры моделей из этого дата-сета. Он содержит более миллиона высококачественных геометрических моделей, и все эти модели заданы параметрическими поверхностями, и с ним вот для каждой из этих моделей доступна точная геометрическая информация. Я о ней сейчас буду подробно рассказывать, что там доступно. И эта информация описывает, из каких участков параметрических поверхностей состоит каждая модель, какие существуют геометрические особенности, например, кривые, описывающие стыки фрагментов поверхности. Известно в каждой точке аналитически нормаль, кривизна и прочие вот эти вот дифференциальные характеристики. И такое представление имеет огромное количество преимуществ. Ну, в частности, вот вы можете посчитать дискретизованную поверхность, то есть полигональную сетку, на произвольном разрешении, просто потому что у вас доступно параметрическое представление. Вы можете его, собственно, дискретизовывать стандартными методами построения полигональных сеток. Кроме того, можно использовать как представление на основе полигональных сеток, так и, например, представление на основе облаков точек, скажем, либо неупорядоченное облако точек, полученное сэмплированием на поверхности, либо, скажем, смоделировать облако точек на основе, например, там, ray-кастинга, да, то есть синтетическое изображение глубины. Как мы получили такое большое количество моделей? Мы использовали современную CAD-систему, которая называется OnShape. OnShape — это такая облачная платформа, которая содержит вот эти вот, так сказать, модели и позволяет их редактировать, аннотировать, экспортировать и так далее. И вот эта компания OnShape, она является партнером Нью-Йоркского университета, и вот преимущество здесь в данном случае заключается в том, что эта компания склонна, так сказать, предоставлять свои данные для научных исследований. И мы извлекли вот эти модели, достаточно большое количество таких моделей, на самом деле их сейчас уже миллион опубликован, будет вот в течение ближайшего года опубликован второй миллион таких объектов, и они извлекаются в, так сказать, представлении, которые, в параметрическом представлении. То есть для каждого такого объекта здесь известно, что плоскость — это в точности плоскость, там, скажем, какой-то круг, это в точности круг, для него известна аналитическая формула. И вот этот формат степ или парасолид, скажем, он предоставляет просто дерево парсинга такого объекта. То есть, скажем, известно, что, скажем, была взята сфера, из нее, например, удален цилиндр, там сделано, например, объединение этой сферы с другой сферой. И вот такое дерево правок исходных трехмерных форм, оно сохраняется в этом формате. В результате мы можем видеть, что вот эти вот объекты, они просто содержат параметрические поверхности и параметрические кривые. нам пришлось определенным образом обрабатывать эти данные, потому что вот, значит, с чем мы начали? Мы начали с того, что данные кодированы были в векторном кадовском формате. Поэтому первое, что мы сделали, это мы триангулировали этот параметрическое представление в полигональную сетку, дискретизовали его. Каждую такую трехмерную модель мы разложили на фрагменты поверхности, так называемые сплайн-патчи, и на фрагменты кривых, которые заданы между вот этими сплайн-патчами. То есть они описывают стыки сплайн-патчей. И полученное представление мы в ряде вот таких вот форматов опубликовали. В ряде общепринятых форматов. Это и параметрическое представление, это ряд форматов параметрических и ряд форматов дискретизованных, и дополнительные текстовые файлы, которые содержат метаинформацию и информацию о геометрических особенностях каждой поверхности в каждой модели. Вот это все мы вот выпустили. Возникает вопрос, что можно с этим делать. Какие, собственно, поддерживаются приложения в данном случае? Ну, приложений достаточно много. Разложение данной полигональной модели на сплайн-патчи поверхности. Вот здесь, в данном случае, на картинке показано каждым, такими вариантами цвета, оттенками зеленого показаны различные сегменты вот этой вот модели, которая относится к одному и тому же параметрическому сплайн-патчу. Извлечение стыков между патчами, что бывает чрезвычайно полезно для реконструкции трехмерного объекта. значит, вот, собственно, для поддержания качества и чистоты трехмерной формы при реконструкции. Вот мы дискретизовывали поверхность, однако есть и обратная задача, векторизация поверхности. Это чрезвычайно важная задача, когда мы переходим от полигональных сеток к трехмерным параметрическим объектом. Это трудная весьма задача. Оценка свойств дифференциальных поверхностей. В данном случае здесь в каждой точке на поверхности показано цветом, закодировано направление ориентированной нормали в этой поверхности. То есть мы знаем, в какую сторону направлена нормаль в данной точке. Оценка таких дифференциальных свойств, она очень полезна в ряде приложений, например, при реконструкции трехмерных поверхностей из множеств точек, из совмещенных сканов. Собственно, сама реконструкция поверхности, когда мы переходим от множества точек к полигональной сетке, восстанавливаем эту поверхность непрерывно, это тоже можно делать. Все это доступно, потому что у нас есть вот, собственно, точное описание поверхности, каждая трехмерная форма. Значит, я расскажу сейчас. Вот нам, в общем-то, это все очень понравилось, и мы решили организовать соревнования. И мы сделали на данный момент три соревнования. Это соревнования по, значит, у меня тут анимация в презентации, по извлечению нормальной поверхности, по извлечению ориентированного, не ориентированного, а поля расстояний до острых кривых и по сегментации этих геометрических особенностей. Значит, проведение соревнований, это вот в области машинного обучения, в области data science, такое общепринятое дело. Часто запускают соревнования для того, чтобы либо популяризовать какую-то коллекцию, либо для того, чтобы привлечь большое количество внимания к какой-то задаче, к какой-то области, для того, чтобы разработать определенную дополнительную программное обеспечение и так далее. И я расскажу про два челленджа очень коротко. Значит, первое — это оценка неориентированных нормалей. О чем идет речь? Вот наша вот эта вот коллекция, которая предоставляет неориентированной нормали, она берет аналитические нормали поверхности в ABC, которые можно рассчитывать из векторного представления трехмерных форм. Как вы видите, в каждой трехмерной форме, в каждой точке мы можем рассчитать аналитические нормали. И в качестве входных данных мы предоставляем множество точек, которые заполняют поверхность трехмерной формы. И аннотацию. Для каждой точки мы предоставляем аналитическую нормаль. Каждая трехмерная форма заполняется на нескольких, на целом ряде разрешений, что соответствует практическим приложениям в области трехмерного сканирования. То есть мы предоставляем три датасета. В первом из них одна тысяча точек на трехмерную форму, во втором пять тысяч точек и в третьем десять тысяч точек, которые заполняют данную трехмерную форму. Как мы оцениваем точность извлечения нормалей. Мы имеем аналитические истинные нормали, и мы имеем предсказанные в каждой точке нормали, и мы просто считаем скалярное произведение, возводим его в квадрат и считаем это неориентированный нормаль. Значит, еще раз повторюсь просто, что задача заключается в том, чтобы, зная только облако точек, построить предсказания в каждой точке, куда направлено в данной точке неориентированный нормаль. И, собственно, вот мы выложили эти данные. На данный момент это соревнование, оно опубликовано на таком сервисе CodaLab, это сервис соревнований. И мы планируем, вот можно зайти, значит, по ссылке и поучаствовать, подать заявку и поучаствовать в этом соревновании. Там опубликованы все условия, все данные и так далее. И второе, второй класс челленджи, о котором я расскажу, это геометрическая аннотация трехмерных форм. Для трехмерных кадовских моделей объектов ABC предоставляет аналитические вот эти вот дифференциальные свойства, например, нормаль. Вот показан в центре трехмерный объект, на котором взяты нормали. Некоторые участки поверхности содержат кривые. Вот если мы внимательнее посмотрим на эти участки поверхности, мы увидим, что это определенные острые грани. То есть это такие грани, где ориентированная нормаль очень быстро меняет направление перпендикулярно определенной кривой. Если мы нарисуем все множество таких кривых на трехмерной форме, они будут выглядеть приблизительно так. Но в данном случае необходимо задать определенный порог. И если при переходе определенной точки нормаль меняется больше, чем на данный порог в градусах, скажем, 20 градусов, происходит скачок в 20 градусов, то мы рисуем красным цветом. И мы создали вот такую аннотацию, она доступна в ABC, и мы построили следующий обучающий датасет. Мы берем дискретизованную кадовскую модель, то есть полигональную сетку. Вначале мы извлекаем фрагменты трехмерных форм, то есть разбиваем ее на такие вот участки. Дальше на каждом таком фрагменте мы рассчитываем облако точек, которое его заполняет. Это опять-таки соответствует прикладной постановке, в которой производится сканирование участков объекта с помощью четырехмерных сканеров. Дальше, что мы делаем? Мы берем вот эти фрагменты полигональной сетки и соответствующие им облака точек. Мы рассматриваем исходный кадовский объект в том же участке и рассматриваем геометрические особенности, показанные красным цветом. Для наших соревнований мы рассчитали два типа аннотации. Первый — это аннотация, которая задана в каждой точке. В данном случае красным цветом показано, точнее, цветом кодируется расстояние до ближайшей геометрической особенности. То есть красный цвет означает, что мы находимся близко от геометрической особенности, более тусклый красный цвет означает, что мы дальше, белый — еще дальше и так далее. И также мы обрезали это расстояние и предоставляем еще вот такую бинарную маску. То есть для каждой точки мы знаем, достаточно ли она близко около кривой находится или она находится далеко от данной геометрической особенности. В результате мы получаем вот такую маску, которая накладывается на облако точек и покрывает, в некотором, так сказать, таким конвертом покрывает исходную геометрическую особенность, исходную кривую. И вот мы выпустили два соревнования. Одно называется извлечение поля расстояний, или мы его называем sharpness fields. Это поле остроты, если хотите, и геометрическая сегментация трехмерных форм. Что мы предоставляем в качестве входных данных? Мы предоставляем вот эти вот фрагменты трехмерных форм, которые были вырезаны из полигональных моделях на трех различных масштабах. И каждый масштаб, он ухватывает все больше и больше фрагментов полигональных сеток. То есть мы имеем масштаб с виртуальным разрешением 2 сотых миллиметра, 5 сотых миллиметра и 125 тысячных миллиметра. Но мы рассчитываем облако точек для каждого масштаба с одинаковым количеством точек. То есть мы имеем по 4000 точек на любую такую трехмерную форму. Как мы можем видеть, при этом расстояние между точками в среднем увеличивается. И мы в определенных случаях уже не видим тонких геометрических особенностей. Это делает данное соревнование более трудным. И мы предоставляем по 100 тысяч обучающих примеров для каждого разрешения и для каждого соревнования. Это соревнование также у нас опубликовано. Можно, точнее, это два соревнования. Можно зайти и, собственно, принять участие в этом соревновании. Вот, наверное, вот здесь у меня конец первой половины моего доклада. Я благодарю за внимание. Если у вас возникли вопросы, мы можем кратко сейчас обсудить. Но я постепенно буду готовить вторую половину моего доклада. Спасибо большое. Ну, я думаю, что еще часть вопросов, наверное, в конце обсудим. Прямо сейчас, вот, допустим, у меня возник вопрос по поводу детектирования по вот этим точкам, вот этих геометрических особенностей, таких как вот эти угловые штуки. А вот я ничего не заходил на ссылки, которые вы показывали. Там на сегодняшний день как дело обстоит? Существуют уже подходы какие-то глубокого обучения, которые позволяют по такому облаку точек детектировать хорошо вот эти особенности, типа контуры? Знаете, существует ряд подходов, который позволяет действительно по облаку точек предсказывать определенные, ну, на основе машинного обучения предсказывать определенные геометрические, не геометрические, ну, в общем, характеристики этих облаков точек. Ну, скажем, например, произвести семантическую сегментацию, например, какой-нибудь объекта, скажем, какого-нибудь стула, на ножки, спинку, сиденье и так далее. И существуют подходы к оценке дифференциальных характеристик, скажем, нормалей и кривизны. Но на данный момент, как нам кажется, эти подходы, они все еще нуждаются в развитии, поэтому мы хотели бы простимулировать это развитие и таким образом этим занимаемся, проводим соревнования. У нас в подготовке сейчас публикация, которая нацелена непосредственно на извлечение геометрических особенностей вот этих вот по облакам точек. Но вообще нам кажется, что пока еще эта тема, она требует развития. То есть определенные успехи можно делать, но на данный момент там доминируют подходы, которые не используют машинное обучение. Так, я сейчас включу вторую презентацию. Вот. Думаю, что вы должны ее сейчас видеть. Да, все хорошо видно. Да, и тогда я, если с позволения продолжу, потому что у нас не зашли, не осталось, а мы еще сможем после второй презентации обсудить что-то, если появятся вопросы. Это статья, которая у нас была опубликована в 2019 году на конференции ICCV. Статья нашей группы обучение, машина обучения для сверхозрешения карт глубины с сохранением их визуального качества. Ну, значит, что такое трехмерная карта глубины или изображение глубины? Вот у нас есть определенное изображение. Возьмем обычную фотографию. И в каждом пикселе этого изображения мы запишем расстояние от камеры до соответствующей точки вот в пространстве. В результате мы получим карту глубины. И карта глубины — это то, что сейчас способны выдавать многие сенсоры, такие как Microsoft Kinect, например. есть ряд приложений. Ну, скажем, вот это вот то, что называется telepresence. Речь идет о том, что вот мужчина и девочка находятся в разных комнатах, но могут общаться, собственно, с помощью вот вот такого вот некой, с помощью такой виртуальной реальности. Мужчина надевает вот эти вот очки виртуальной реальности, и девочка, которая находится в комнате, ее снимает камера, вот такая камера глубины, и производится трехмерная реконструкция ее тела, и дальше помещается в комнату к мужчине виртуально. Получается такая дополненная реальность в неком смысле. Ряд приложений есть, которые используют вот такие вот карты глубины. Однако существует некоторая проблема, которая заключается в том, что карты глубины, они, как правило, получаются сенсорами на низком разрешении, то есть они такие пикселизованные. На данный момент не существует технологии, которая бы получала карты глубины в реальном времени и с высоким разрешением одновременно, как это, например, с обычным видео. Если мы посмотрим внимательнее на трехмерную форму реконструируемой девочки, то мы сможем увидеть, что на самом деле соответствующая полигональная модель имеет чрезвычайно низкое разрешение. И деталей на этой полигональной модели просто нет. Ну, в частности, там у этой девочки, например, не реконструировались черты лица. Это просто текстура, наложенная на низкополигональную модель. Так происходит потому, что сенсорные данные не способны передать детали трехмерного реального объекта. Возникает задача, которая заключается в том, чтобы восстановить высокое разрешение вот этой карты глубины, используя снимаемые данные, которые представляются в виде карты глубины низкого разрешения и обычная цветная фотография высокого разрешения. Результатом сверхразрешения будет увеличенная карта глубины, на которой реконструировано больше деталей. Тут я должен сделать некоторое отступление и оговорить, что нам в данном случае в этой работе было интересно конкретно, как же все-таки померить, что мы хорошо восстановили трехмерную геометрию при суперразрешении. Но, как правило, значит, что производится, это просто производится попиксельное сравнение двух изображений. Ну, скажем, среднеквадратичное отклонение считается. Значит, интересно, что в данном случае для фотографий. Вот мы взяли здесь в центре референсное изображение в центре и слева слегка увеличили его яркость просто, а справа размыли его. И интересно, что с точки зрения попиксельного расстояния между изображениями, картинка слева, картинка слева, которая чуть-чуть более яркая, она на самом деле в смысле среднеквадратичного отклонения находится дальше от исходного изображения, чем размытая картинка. Таким образом, мы видим, что среднеквадратичное отклонение, вообще говоря, для сравнения изображений не является хорошей метрикой, насколько она слепа, так сказать, структурным различиям. И это известный факт, скажем, вот в этой статье, которая здесь описана, описывается метод сравнения изображений другого типа. Однако продолжим сравнивать карты глубины непосредственно. Вы можете видеть, что вот эти две карты глубины, которые снизу освещаются различными источниками, они практически, а сейчас, вот сверху, сверху эти две карты глубины, они практически, они нарисованы в псевдоцвете, в правом верхнем углу, они практически неразличимы на глаз. Однако, если мы визуализируем эти две карты глубины, освещая этот вот трехмерный объект, в данном случае это просто сфера и цилиндр, которые здесь изображены, если мы будем их освещать виртуальным источником света, то мы увидим, что визуализация соответствующих поверхностей, которые в нижнем углу, она совершенно приводит к тому, что это совершенно разные объекты, они существенно отличаются с точки зрения поверхности. Поэтому всегда важно помнить, что карты глубины — это вообще-то представление трехмерной поверхности определенной. И в нашей работе мы предлагаем альтернативный подход к измерению качества, в котором вместо карты глубины сравниваются вот такие визуализации поверхности, а вместо попиксельных метрик используются метрики, которые представляют человеческое восприятие разницы между двумя изображениями. Значит, это вот то, что мы делаем. Первым этапом в исследовании этого подхода была проверка работоспособности для единственной карты глубины плюс цветное изображение с фокусом на методах, которые представлены глубокими нейронными сетями. У этой части исследования было две цели. Во-первых, мы хотели понять, мы хотели исследовать общепринятый подход и попытаться ответить на вопрос. Является ли подход к сравнению карт глубины систематически согласующимся, либо не согласующимся с тем, что говорят люди в опросе, если мы показываем им, собственно, визуализации поверхности, как вот здесь сделано в правой половине изображения. А во-вторых, мы хотели ответить на вопрос. Обучение нейронной сети с данным вот с таким подходом, оно приводит к увеличению качества, с повышению качества сверхразрешения. Значит, в качестве представления, то есть, еще раз повторюсь, что, значит, как правило, просто сравниваются две изображения, два изображения сравниваются просто попиксельно. И вы можете видеть здесь в данном случае слева, что если мы будем сравнивать два таких изображения попиксельно, то они будут практически неразличимы. Это будут подтверждать и люди в опросе, как мы увидим дальше. Однако, если мы будем сравнивать два изображения, два рендера соответствующих поверхностей, то эти два объекта абсолютно отличаются друг от друга. Между ними есть существенная визуальная разница. И то же самое будут говорить и пользователи в рамках опроса. Значит, первое, значит, мы, что мы сделали, это исследовали подходы к измерению качества поверхности. В качестве представителя метрик на карта глубины мы взяли просто среднеквадратичное отклонение в значениях глубины. То есть у нас в данном случае каждый цвет соответствует некоторому значению глубины, и мы сравниваем два изображения попиксельно и смотрим на среднеквадратичное отклонение. Однако, значит, в качестве представителей человеческого, так сказать, восприятия мы взяли две метрики. Это классическая метрика, она называется D-SIM. И эта метрика, она отражает статистические изменения в локальной структуре изображения. То есть вокруг каждого пикселя берется определенный фрагмент изображения и рассчитывается ряд статистик, которые, как было показано в вот этой вот статье с индексом 5, вот эти статистики, они согласуются с человеческим восприятием качества поверхности в данном случае, качества изображения в данном случае. И вторая метрика, которую мы использовали, это обучаемая метрика. Это метрика, которая получена с помощью обученной нейронной сети. Значит, берется нейронная сеть, которая представляет изображение, карты признаков и рассматриваются признаки из этой нейронной сети, которые были подобраны под данные. Интересно, что вообще говоря, обе эти метрики, которые работают на визуализациях, они уже исследовались раньше. И было показано, что для цветных изображений они хорошо коррелируют с суждением, которое, как правило, выдают люди. То есть если у каждой из этих метрик маленькое значение, значит объекты, то есть изображения будут близко друг к другу в каком-то пространстве, значит и люди будут говорить, что эти объекты очень похожи. А если метрики для двух изображений, то есть они создают определенное расстояние, значит, если это расстояние велико для двух изображений, это будет означать, что и люди будут говорить, что эти объекты очень не похожи. Однако напрямую оптимизировать эти метрики достаточно трудно. С точки зрения оптимизации могут быть определенные недостатки. Обучаться с такими метриками трудно, поэтому мы их напрямую не использовали для обучения. Для оптимизации мы использовали простую метрику, которую мы называем визуальное среднеквадратичное отклонение. Мы его обозначаем MSE с нижним индексом V. И мы показываем, мы оптимизируем эту метрику, и она, значит, хорошо оказывается скоррелирована с вот этими метриками DS-SIM и LPPS, которые мы не можем напрямую оптимизировать, однако, которые являются хорошо исследованными метриками, коррелирующими с человеческим восприятием. Посмотрим на то, как строится у нас визуализация поверхности. Мы начинаем с карты глубины, которая показана здесь в псевдоцвете, и карты нормалей, которые... карты нормалей, которые получаются с помощью конечной... конечных разностей из карты глубины. Мы матричным умножением получаем трехмерные... координаты трехмерной поверхности в... для каждой точки карты глубины. То есть мы получаем некое облако точек, фактически. Дальше мы используем модель ламбертовского рассеяния, в которой яркость пикселя задается косинусом угла между нормалью в соответствующей точке и направлением на источник света. И теперь для различных направлений источников света, показанных здесь красным, зеленым и синим цветом, вы можете видеть, что этот объект, он освещен как бы с разных сторон. Например, красный... красная визуализация освещена справа. Это самая зеленая, она освещена сверху. И вот эта Z, она освещена спереди. Мы видим, что если мы будем варьировать направление источника света, мы будем как бы получать как бы рендер этого объекта. Вот. Ну и в результате мы просто визуализируем, значит, вот этот вот объект таким образом. Можно показать, что среднеквадратичное отклонение между визуализациями двух карт глубины, да, то есть на значение нашей метрики, которую мы собираемся оптимизировать. Если ее усреднить по всем направлениям света, по всем возможным направлениям света, потому что вы понимаете, что если я беру другие направления источников света, я буду получать просто другой рендер, другую визуализацию. Возникает вопрос, какую репрезентативную визуализацию мне надо выбрать. Но мы освещаем просто в данном случае тремя источниками света и показываем, что, значит, расстояние между визуализациями, оно пропорционально среднеквадратичному расстоянию между соответствующими картами нормальной. поэтому мы вот таким образом определяем нашу метрику, которую мы оптимизируем. Но что мы дальше сделали? И вот у нас получается визуализация финальная, она приблизительно так выглядит, как здесь справа показано. Значит, мы взяли ряд репрезентативных коллекций обучающих, при этом интересно, что мы взяли как синтетические простые и сложные коллекции, то есть не отсканированные данные, а коллекции, которые имеют безошибочный ground truth, то, что называется. Так и сложные отсканированные данные реальные, так и зашумленные отсканированные данные, так и данные с отсканированные сенсором низкого качества. И первое, что мы сделали, это мы попытались понять, значит, как, насколько хорошо каждая метрика представляет визуальное отклонение. Для этого что мы сделали? Мы для каждой точкой, каждая точка представляет отдельный результат, суперразрешение, то есть одно изображение, это одна точка на каждом графике. Горизонтальные координаты соответствуют одной из метрик, основанных на человеческом восприятии, да, это DSC и LPIPS, о которых я говорил раньше, а вертикальная ось соответствует среднеквадратичному отклонению в значениях глубины, то есть это вот это вот исходное среднеквадратичное отклонение между картинками. И мы видим, что напрямую среднеквадратичное отклонение между картами глубины не коррелирует с, значит, визуальным отклонением. Однако, если мы возьмем визуальное среднеквадратичное отклонение, которое рассчитывается по картам нормалей, мы видим, что оно хорошо скоррелировано с метриками на основе человеческого восприятия, что видно на нижней паре графиков. В данном случае вот даже с DSC эта штука скоррелирована почти там вот на 0.9. Давайте посмотрим на пример, который демонстрирует отклонение в, собственно, в картам глубины. Здесь изображены результаты суперзрешения, полученные с помощью разных методов, расположенные в порядке возрастания похожести на референсное изображение, которое здесь справа нарисовано. Справа референсное изображение. Согласно LPPS-метрике, да, то есть отранжированы слева самые непохожие, согласно LPPS-метрике, справа самые похожие, согласно LPPS-метрике. И мы действительно видим, что вот изображение, например, второе справа, оно уже практически близко к референсному изображению. А изображения далеко слева, они чрезвычайно сильно отличаются визуально. Значит, то есть они представляют результаты с сильными артефактами. И позиции двух результатов справа, вот DIP-V и MSG-V. Это две метода сверхразрешения глубины, которые мы использовали. Они согласуются с нашим опросом пользователей, где среди 200 человек 95% выбрали вот этот метод MSG-V, как наиболее похоже на референсное изображение. Значит, если мы посмотрим на ранжирование согласно обычной метрике MSG-D, то мы видим, что вот две правые, например, два правых результата, они вообще говоря, конечно, визуально далеки от референсной картинки. В частности, третий результат справа, вот этот вот, он вообще явно не второй наилучший результат. Поэтому, конечно, метрика MSG-V по картам глубины, она вообще говоря, конечно, далека от истинности. Вот можете можете, если мы вернемся, и мы видим, что методы state of the art, они сравнительно плохо себя зарекомендовали. И мы вот взяли два метода DeepImagePrior, синенький, и MSG-Net, оранжевенький. Это два алгоритма сверх разрешения, и мы можем видеть, что вот фрагменты карты глубины, вот при добавлении вот этого индекса V, это при замене обучающего лосса, обучающей функции на нашу функцию, которая учитывает вот это визуальное качество поверхности, что качество значительно повышается. В частности, вот у меня здесь есть пример, где при переходе от MSG к визуальном MSG, вот просто такое драматическое изменение в качестве происходит. Вот здесь слева направо это добавление у двух изображениях, в центре это референсное изображение, и для другого метода мы тоже провели такой эксперимент, и мы видим тоже, что самое правое изображение это такое со значительными артефактами, а при добавлении нашего слагаемого в обучающий сигнал мы наблюдаем значительное повышение качества. Мы провели численное исследование и обнаружили, что наш метод вообще говоря обходит при добавлении вот этого вот визуального слагаемого обходят все другие алгоритмы по целому ряду замеров с использованием разных метрик, с использованием пользовательского опроса. Так что в качестве вывода можно сделать такой вывод, что вообще говоря, во-первых, прямое отклонение в значение глубины не представляет никаким образом человеческое восприятие поверхности. Мы используем метрики, основанные на человеческом восприятии для оценки, однако, так как их не очень удобно оптимизировать, мы взяли простую отклонение в карте нормали и видим, что, во-первых, оно стабильно улучшает результаты, во-вторых, его легко очень интегрировать во все, так сказать, модели по сверхразвещению глубины. И на этом вот это все, что я хотел рассказать. Я немножко вышел за время доступное. Ну вот, но я вот благодарю за внимание и готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Очень-очень интересно. Я вот вроде слежу за работами, но за вашими только недавно начал, вот это еще не видел. Очень классный подход вести свой. Только такой вопрос. А вы добавляли вот эту функцию ошибки как, ну, как непосредственно функцию ошибки или как какой-то регуляризатор? Я просто не говорю. Мы добавляли, в общем, наша результирующая функция штрафа, наша результирующая, состоит из двух слагаемых. Одно слагаемое — это та функция ошибки, которую я писал, которая штрафует за отличие в карте нормалей. А второе слагаемое у нас — это оригинальный штраф, который штрафует из-за отличия в карте глубины. На это дело можно смотреть как на то, что мы хотим аппроксимировать, во-первых, саму функцию нашей нейросетки, а во-вторых, ее первую производную, потому что нормали определяются, вообще говоря, первой производной функции поверхности. Понятно. Спасибо большое. Ну, вы очень подробно, на самом деле, рассказали. Это прям очень погружает в вашу работу, действительно, очень интересно. Я так понимаю, что в дальнейшем у вас по ней план какие? Больше, что вот... Просто это проще красиво работа, интересно, как вы хотите ее развивать. Ну, вот сейчас мы работаем над продолжением, и продолжение состоит в том, что используется не одно изображение RGBD. Да, в данном случае мы брали RGBD, где RGB высокого разрешения, а D низкого разрешения. И строили D высокого разрешения, сохраняя визуальные свойства. Сейчас мы работаем над продолжением, которое на вход принимает множество RGBD, то есть сделанных с разных ракурсов. И, значит, строит для каждого из этих RGBD изображений более качественную версию. Понятно. А вот по поводу обученной уже модели, в конце получалось, какое время на обработку одного снимка у нее уходит? Вот дело в том, что здесь две модели у нас получилось, и они немножко разные. Значит, одна модель оранжевым цветом здесь показана в левой половине, и она срабатывает за... Ну, это реалтаймовая модель практически, может быть, не совсем реалтаймовая, но, в общем, она много кадров в секунду выдает. Скажем, 10 кадров в секунду она выдает на видеокарте. А модель DIP, она является оптимизационной, и она требует во время применения оптимизации, там решается задача оптимизации. Для каждого конкретного изображения подбирается его сверхразрешенная версия оптимизационным методом. Это долго, это занимает десятки секунд для одного изображения. Но она не требует обучения взамен. Можно не обучать эту модель. Но в целом, это почти реалтаймовые вещи. То есть, можете видеть, что MSG, визуальная, она, вообще говоря, существенно, очень прилично выглядит и работает достаточно быстро. Но мы не специально не занимались исследованием ускорения этих методов. Думаю, что там много чего можно выжить. Ну, потому что, да, действительно, 10 кадров в секунду звучит как хороший потенциал для того, чтобы улучшить хотя бы до 30-60. Ну, потому что, понятно, очевидно, применение в реалтаймовых камерах глубины для того, чтобы получать сразу уже скан в реальное время. Еще очень интересно. А скажите, а сколько у вас время ушло в целом от начала, от первой мысли о того, как это можно улучшить, до результатов, которые есть на сегодняшний день? Долго эта работа уже длится? Да, долго, к сожалению. Но это было связано… У нас это заняло больше года, потому что у нас была определенная проблема холодного старта. Мы начинали эту работу, не имея опыта с такими задачами. У нас есть опыт в Deep Learning, но у нас не было опыта работая непосредственно с картами глубины и с соответствующими коллекциями, и это все заняло достаточно много времени. И вообще у нас проекты идут долго. У нас аспирант, вот некий аспирант Олег Воинов занимался непосредственно этой задачей, и каждый аспирант у нас способен выдавать меньше, чем один такой проект в год. То есть в лучшем случае это один такой проект в год у нас получается делать для каждого аспиранта. Но как правило, вот суммарно у нас удается от… Вот в этом году мы пока что сделали три таких проекта и планируем сделать еще три. Но это потому, что у нас очень большая команда из 20 человек работает над такими задачами. Реально это трудно и достаточно проекты. Все проекты, про которые вы говорите, они у вас собраны на одной страничке. То есть можно где-то про другие еще почитать, посмотреть, чтобы там и статья… Да, вот у нас есть сайт нашей группы, adasia.group, и вы можете зайти и увидеть там наши исследования, связанные с компьютерным зрением. Там опубликованы все наши результаты, связанные с вот этими задачами, с другими задачами. Там широкий спектр вещей опубликован. И некоторые штуки, которые мы уже разработали и подали на другие конференции, мы еще туда даже не поместили пока что. Вот ждем с дня на день, тут объявят результаты по одной из конференций, тогда сможем опубликовать еще две работы. Но у нас там разные аспекты, так сказать, вот это 3D-моделирование рассматриваются. Вот я сегодня рассказал про dataset и про вот эту работу с картами глубины, но у нас есть и, скажем, работа непосредственно с обучением на полигональных сеток, сетках, и с решением задач векторизации, и с решением задач моделирования видео последовательностей. В общем, там широким фронтом происходит все. Понятно, обязательно почитаем. Спасибо большое. Такой еще маленький вопрос, который вы сказали, что вот аспиранты, это скалтеховские аспиранты, да? Да. Ну, они же у вас же защищаются, правильно? Вот по такому направлению, вот по такому направлению. Да. Понятно. Просто везде по-разному, понятное дело, что направление Geometrical Deep Learning более-менее такое молодое, и, наверное, не очень, ну, по сравнению с коллегами из каких-то более классических дисциплин, количество там защищенных работ, оно лучше. Вот, и иногда даже такое мнение, вот, допустим, я слышу, что какая тут наука, то есть, что тут защищать? Люди что-то аппроксимируют, ну, пусть аппроксимируют, это вот никакого отношения к науке не имеет, хотя, кажется, что здесь очень много есть тонких деталей, которые нужно понять. Понятно. Ну, что я могу сказать? Ну, тут разные мнения существуют. Дело в том, что, с одной стороны, безусловно, это инженерные дисциплины, и вообще компьютер-сайенс-исследования, они все включают значительный процент инженерной работы, которые, значит, ну, просто программной инженерии всякие, да, потому что результатом является, как правило, определенный программный код и так далее. Но, во-первых, трудностью здесь является то, что, как правило, требуется хорошо знать все-таки математику и всякие оптимизационные процедуры, прикладную статистику, алгоритмы, и все это используется вместе, друг с другом. И это, во-первых. Во-вторых, отмечу, что такие исследования, они, на самом деле, имеют достаточно большой импакт, то, что называется. Они определяют направление развития области для очень большого количества людей на многие годы вперед. Вот, поэтому, на мой взгляд, этим все равно стоит заниматься. Вот. Ну и, конечно, я не говорю про то, что есть просто ряд исследований, которые являются теоретическими, математическими. Вот. У меня мнение по этому поводу такое. Ну, я с вами согласен. Для нас это очень важный комментарий. Спасибо. Да, еще такой вопрос. А вот вы на конференциях, когда вот эти работы тоже докладываете, вот вы можете коллег откуда-то из других университетов, ну, я имею в виду, может, из Европы, там, из Америки, из Азии, кто другие научные группы, которые схожими вопросами занимаются, что вы за ними тоже следите? Да, мы следим за большим количеством научных групп. Знаете, всех даже и не перечесть. Более того, мы со многими из них сотрудничаем. Например, мы сотрудничаем с группой Матиаса Нишнера из технического университета Мюнхена. Мы сотрудничаем с группой из Берлина. Мы сотрудничаем с Нью-Йоркским университетом, где люди занимаются преимущественно геометрией вычислительной. Сотрудничаем с Тель-Авивом, где Дэниел Кохенор, есть такой известный очень исследователь в области анализа трехмерных форм, анализа блоков точек и так далее. Сотрудничаем с китайскими коллегами из университета Жэжанг, есть такой университет в Китае, который обладает очень-очень квалифицированной группой в области графики и компьютерного зрения. Но, конечно, есть и много-много других групп, которые занимаются такими задачами. Это, скажем, и тот же самый Даниэл Кремерс, и Берн Шиле из Германии, и Ята Хацурих, скажем, Марк Пола Фейс. И в США, конечно, огромное количество исследователей занимаются трехмерными вещами. Я бы сказал, что и в России есть несколько групп очень сильного уровня. Это и Виктор Олимпийский, и Антон Канушин. Есть даже в Академических институтах РАН достойные очень представители этой области. И мне бы хотелось отметить, что комьюнити достаточно тесное, и интерес к этой теме растет. И тут в какой-то момент возникает необходимость чем-то отличаться, и мы стараемся отличаться тем, что мы фокусируемся на задачах, которые близки к промышленности, например, к моделированию трехмерных форм, которые близки по своему выходному качеству к приложениям, к требованиям, которые накладываются уже конкретными прикладными задачами. Как и для двумерных, так и для трехмерных объектов мы это делаем. Скажем, у нас недавно вышла статья по векторизации двумерных изображений, технических документов. Очень интересное, на мой взгляд, направление, которое заключается в том, что требует восстановить автокадовское представление из рисунка или из отсканированного чертежа. Очень перспективно, с моей точки зрения. Вот, пожалуй, так. Хорошо, ясно, спасибо. Маленькие технические вопросы. А вот при работе над такими, ну, статьями, в общем, экспериментами, очень часто приходится делать очень-очень много маленьких проверочных экспериментиков, типа взять маленький кусочек меша, что-то на нем обсчитать, что-то быстренько визуализировать, для того, чтобы понять, как подкорректировать дальнейшие шаги. А вот технически вы какие инструменты используете для того, чтобы вот с мешами работать? Это какие-то специфичные фреймворки или просто вот, не знаю, там, на плюсах сами руками все написали? У вас есть какая-то принятая, скажем так, тактика работы вот с трехмерными объектами? Ну, я могу сказать так, что на плюсах можно работать с этим, но это неудобно. Это просто возникает некоторое количество кривых случаев, которые, как правило, требуют использования более специализированных библиотек. Поэтому мы стараемся пользоваться специализированными библиотеками по обработке геометрии. Это прежде всего там питомские библиотеки, потому что питом позволяет очень быстро прототипировать, и сейчас существуют библиотеки и для обработки геометрии, например, такие, как Lib.igl или OpenCascade и много разных других. Но есть, конечно, библиотеки на плюсах, или можно просто дистрибутивы готовые найти, например, там, Gmash или Embry для рейкастинга библиотеки. И чем, как правило, удобнее использовать для ускорения исследований, поскольку, как вы правильно заметили, требуется часто пристрелочных таких экспериментов много делать, требуется, как правило, уметь выдавать результат быстро, поэтому, конечно, чем больше готовых инструментов мы используем, тем лучше. Тем более, что сейчас, по крайней мере, все-таки область еще не перенасытилась, и наша область, скажем, геометрического диплюарника, она пока еще не перенасытилась. И есть возможность не оттачивать до такого предпромышленного уровня готовности проекты, а скорее концептуальные такие работы делать. Вот. Тримешим, пользуетесь? Да, конечно, Тримешим. Одна из типичных библиотек, которые мы используем. Понятно. И такой маленький технический вопрос. Вот по поводу функции потерь, потому что здесь в работе она прям исследовалась. Я имею в виду функции потерь на трехмерных данных, типа как на МЕШе, на облаках точек, на вокселях. Вы не знаете, есть ли какая-то работа такая общего характера, которая в целом бы для области трехмерных объектов были бы рассмотрены и сравнены между собой существующие на сегодняшний день функции потерь с рекомендациями использования. Потому что, ну так, сейчас статьи много, конечно, выходит, связанных в том числе с обработкой МЕШа. Ну и каждый автор использует что-то свое. Есть более часто используемые функции потерь, типа там чемпфер лосс, там нормал лосс, там лапассиан какой-нибудь. А вот есть ли какая-то, может, работа, вы знаете, где бы все обзорно можно было посредить и сравнить между собой? Нет, вы знаете, я такой работы не знаю, к сожалению. Может быть, она и нужна, но, как правило, их все-таки какое-то конечное количество таких штрафов, поэтому, как правило, используется любой из них, там практически, там, если, скажем, штраф по умолчанию для облака точек, например, нужен, ну, как правило, это чемпфер штраф используется. Если какой-то штраф для, там, не знаю, вот, скажем, например, на полигональных сетках до сих пор хорошего штрафа это и не придумано, вообще говоря. То есть аппроксимируется выборками точек на поверхности полигональной сетки, как правило. Поэтому, скажем, сейчас многие лелеют надежду, что дифференцируемый рендеринг позволит перейти к штрафам нового поколения, скажем так. Ну, пока это не произошло, вот, и вообще говоря, в ближайшее время, видимо, не произойдет. Ну, то есть, сейчас, короче говоря, я такой обзор на работу, так сказать, не видел, и, наверное, даже сам бы с интересом посмотрел, как у работы. Я как раз спросил, потому что тоже сам с интересом смотрю, пока одну статью на Хаббер накатал, там штук 10 разных сравниваю, потому что, ну, конечно, да, есть свои проблемы, потому что, кстати, с тем же чемфером, правильно вы заметили, что с полигональными сетками там беда, приходится сомприровать точки на гранях еще более-менее равномерно, чтобы потом применять какой-нибудь чемфер. Но это как бы возникает проблема в том, что разные датасеты по-разному аннотированы, и в некоторых, ну, точнее, в большинстве, наверное, не прописано не то, что нормали, как это правильно называется, направление, выделенное направление у объекта для того, чтобы два объекта одинаково ориентировать, для того чтобы посчитать разницу, и возникает еще проблема с тем, что надо там какой-нибудь ICP применить, чтобы их еще совместить, просчитать там intersection, or union, еще что-нибудь такое, да, поэтому, вот, ну, тоже было интересно, ваше мнение, спасибо большое. Так, ну, у нас, наверное, вопросы... Так, меня слышно? О, да, Александр, здравствуйте. Да, добрый день, у меня тут тоже есть несколько вопросов, два из них касаются, вот, первой части, так, по поводу ABC набора данных, были ли такие случаи, что, вот, как вы говорили, там, в общем-то, модели хорошо подготовлены, у них регулярная сетка, вот, а, как правило, большинство реальных моделей, если они, там, где-то готовятся в редакторах, либо, получается, вот, как раз-таки со сканеров, там, следаров, и путем, там, восстановления сетка, в общем, получается нерегулярная, и со всеми, там, дефектами, все такое. Вот, примеры применения, когда брали, вот, ABC датасет, что-то, какую-то задачу делали, а потом именно уже применяли к реальным данным, которые, ну, фактически отличаются, там, по структуре сетки и так далее. Знаете, такого еще не было, просто потому, что ABC — это очень новый датасет, и он два года назад всего лишь появился, это пока еще люди не до конца разобрались, как с ним самим пользоваться. Вот, поэтому я думаю, что мы очень скоро увидим работы, которые про это, в том числе мы, в том числе, кое-что делаем в этом направлении. Но пока я такое большое количество не видел. Я думаю, что, естественно, ABC для этого и задумывался, чтобы в конечном счете, ну, так сказать, использовать высококачественную геометрию и переносить сигнал из хорошей модальности, так сказать, плохую. Вот, но пока еще это в будущем, ну, для большинства случаев. А тогда по поводу площадки размещения, там, с конкурсом. По идее, есть Kaggle, самостоятельная площадка, она потенциально более популярна, наверное, у следователей, кто занимается анализом данных. Вот почему не там было принято решение там разместить или создать конкурс? Ну, насколько я понимаю, на Kaggle мне очень удобно загружать большие объемы обучающих данных. Трудно сказать. Вот. Ну и на самом деле в области компьютерного зрения многие люди делают на кастомизированных вообще площадках, скажем, например, известная коллекция Kitty, она там вообще на отдельном сайте вращается, так сказать. И ScanNet тоже самое, и другие многие челленджи, они проходят, вообще говоря, на других площадках. Так что мы просто выбрали что-то в силу удобства для нас, чтобы мы могли в разумные сроки выложить эти данные и подготовить их во всех необходимых форматах, вот, и так далее. Только всего. Ну, да, я понял, что там потенциально вроде людей должно быть больше, наверное, и, соответственно, может быть больше внимания было бы привлечено к самому соревнованию, из-за того, что там фактически много чего проходит, и люди постоянно на этой площадке, так или иначе, участвуют целенаправленно в каких-то соревнованиях. Вот. Ну, и тогда там вопрос последний, это по поводу готовности, в общем-то, и внедрения вот текущих наработок, которые есть по разным аспектам, ну, наверное, да, тут такое широкое использование. Ну, то есть, например, в телефонах там уже, в общем-то, используются нейронные сети для обработки изображений, много есть из того, что задачи, которые уже решаются, там, соответственно, есть поддержка инструментов, есть поддержка со стороны, там, производительные и аппаратные ускорения. Вот. А как вы думаете, на каком сейчас этапе вот находится все, что связано с обработкой в 3D? То есть, там, в плане инструментария, готовности и, наверное, готовности производителей уже поддерживать вот все эти идеи, наработки именно в своих телефонах, компьютерах, планшетах и так далее. Ну, если Apple, там, как пример, своими ударами. Ответственно, к моей точке зрения, что все это находится в суперзачаточном состоянии, вплоть до того, что еще не для всех задач созданы инструменты, которыми могли бы пользоваться даже ресерчеры, не то, что там, разработчики приложений. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, до этого еще, до этой истории, когда в большом количестве мобильных, скажем, или даже не мобильных устройств появятся приложения, которые интегрируют нейросети, обрабатывающие трехмерные данные в каком бы то ни было виде, до этого еще пройдут годы. Вот. В частности, ну, там, конечно, при желании, там, что-то можно уже сейчас запускать, но с точки зрения доступности этого все еще в очень-очень плохом состоянии. Например, даже нету устаканившихся библиотек для, я имею в виду, обертки для обработки трехмерных данных, которые бы могли бы сопрягаться с достаточной степенью гладкости, например, с PyTorch или Standard Flow. То есть, определенные наработки появляются, но пока еще встаканившихся штуки даже для ресерча просто не поймут, просто нет. Поэтому мы, например, регулярно сталкиваемся с проблемами вида, как сделать что-нибудь с какой-нибудь полигональной сеткой, таким образом, чтобы непосредственно это все дело попало в PyTorch. Да, и приходится писать обертки своими силами, что, конечно, говорит просто о том, что вся область на данный момент является очень даже сырой. А примитивы PyTorch 4 до него не пробовали использовать? Ну, пробовал, и он мне не нравится. У меня есть кое-что свое, что я использую и планирую развивать, и, может быть, я просто знаю людей, которые делают PyTorch 4D, и у меня нет убеждения, что это будет развиваться как библиотека для, библиотека общего назначения для, там, работы с полигональными сетками, скажем. Там есть определенный приятный момент, там даже, по-моему, в каком-то месте дифференцируем рендеринг чего-то, вот, значит, но возможности обработки геометрии там скудные. Понятно. Тогда еще вопрос на последний. А насколько не сильно помогают знания именно в области, может быть, и обработки 3D-данных, и именно касающиеся каких-то более классических вещей, которые там развивались давно, вот, различные способы, там, ремешинг, еще что-то и так далее? Ну, тут они помогают, к сожалению, у меня не самого ограничены, и поскольку эта область, когда я пришел этим заниматься скалтек в 2018 году, только появлялась в те годы, и вообще, ну, так сказать, в России практически никто не занимался этим особенно, то и для меня это тогда было в новинку. Сейчас я немножко освоился с рядом задач и так далее, но пока все еще не могу сказать, насколько это область. Короче говоря, я хочу сказать, что, безусловно, вот, между прочим, отличием области обработки геометрии от области компьютерного зрения является то, что геометрические задачи решаются значительно лучше, чем задачи компьютерного зрения по качеству, и поэтому именно мы видим такой прогресс в области трехмерных движков, 3D-моделирования, цифрового производства и же с ними, и не видели до последнего момента прогресса в области компьютерного зрения, во всяком случае, до момента развития глубокого обучения, потому что если посмотреть в 2015 году, каков был уровень развития компьютерной графики, и каков был уровень развития компьютерного зрения, вы с удивлением обнаружите, что компьютерная графика была развита значительно, значительно больше, как это ни странно. И люди, которые занимаются компьютерной графикой и обработкой геометрии и вопросами такого рода, они, в общем, с известной долей скептица относятся к компьютерному зрению, в частности, к нейронным сетям вообще, поскольку многие задачи в области компьютерной графики и обработки геометрии решаются чрезвычайно хорошо без этих инструментов. Таким образом, очевидно, что знание наработок из этой области, оно в задачах 3D помогает чрезвычайно сильно. Вот. Поэтому, кажется, чем больше, так сказать, вы знаете, этих алгоритмов, этих методов, этих моделей, которые используются в этой области, тем лучше, конечно. И более того, отмечу, что как бы с появлением диплёрнинга никто не прекратил заниматься разработкой классических методов, да, скажем, оптимизационных, или методов, скажем, на основе оптимального транспорта, или каких-то других алгоритмов. И все это появляется, и за этим необходимо, опять-таки, следить. Вот. А не все возможно сделать дифференцированно. Конечно, ответ такой, что чрезвычайно полезно. Спасибо большое. Так, ну, коллеги, если вопросов больше нет, ну, насколько я вижу, больше нет, мы, наверное, можем на сегодня заканчивать нашу лекцию-дискуссию. Алексей, спасибо вам огромное за очень интересный и подробный доклад. Спасибо большое. И за ваш ответ, за то, что пришли к нам, мы надеемся, может быть, еще увидеть вас, или вы увидите. Да, конечно. Было очень приятно с вами взаимодействовать, сотрудничать. И обязательно, значит, всем участникам, да, я еще говорю, что я ссылочки на работы, которые сегодня были упомянуты в течение докладов, также, когда мы будем выкладывать весь плейлист, прикреплю соответствующие записи, чтобы было удобно перейти, прочитать вот эти статьи, которые сейчас открыты, и на сайт лаборатории вашей. Спасибо. Да. Ну, а тогда мы на сегодня заканчиваем. Всем спасибо за внимание, за то, что пришли. И в целом это был у нас сегодня последний день из серии Digital Days, вот, обязательно повторим как-нибудь в следующий раз, в скором времени ждите от нас открытые плейлисты лекциями и соответствующими ссылками. По-моему, это было очень интересно, очень здорово, что из разных компаний, из разных институтов люди занимаются задачами, связанными с обработками 3D, и совмещают это с машинным обучением. Мы тоже будем стараться развивать это у нас в институте на наших магистрских программах, тем более, что наши магистры как раз пытаются подобрать себе задачи, совмещающие в себе это, и вот мы будем вашими работами в том числе вдохновляться и ориентироваться. Вот, ну, тогда, коллеги, на сегодня всем спасибо большое, всем приятного дня и до свидания. Я присоединяюсь, огромное спасибо большое нашим дорогим спикерам, в частности, сегодня Алексею, и также хотелось бы от лица IT-центра поблагодарить компанию «Фиджитализм», которая прямым образом участвовала именно в организации «Фиджитал Дэйс». Огромное спасибо, будем очень-очень рады, если, скажем так, это войдет уже в традицию, продолжать такие просто мега интереснейшие и полезные вебинары, но уже в офлайне. Вот, всем большое спасибо, и хочу обратить внимание, что все записи, которые у нас были в рамках «Фиджитал Дэйс», будут в чате нашего события, так что не выходите, все там будет, сможете посмотреть в любое удобное время. На этом все, всем большое-большое спасибо, до свидания.